Здравствуйте! Меня зовут Александр Иволев. Я являюсь персональным тренером фитнес-центра Артаджим. Самого лучшего фитнес-центра города Рязани, да и России. Сегодня у нас очень актуальная тема – это тренировки в домашних условиях, потому что есть большое количество аксессуаров, которые нам в этом могут помочь. Например, кровать. На ней можно делать очень многое, и в том числе, и тренироваться. Представим, что эта лавка – это сторона кровати, на которой можно опереться. Здесь можно выполнить обратное отжимание для того, чтобы проработать мышцы трицепса, передней дельты и груди. На прямых ногах локти идут в стороны, и выполняем сгибание в локтевого сустава. Вдох – опускаемся, выдох – сокращаем мышцы. Если же человек не настолько подготовлен, и ему тяжело выполнять на прямых ногах, то он может согнуть ноги в коленном суставе чуть ближе к лавочке и выполнять движение в таком ракурсе. Ему будет чуть легче, но он сделает заданное число повторений. Человек должен выполнять 4 подхода по 15-20 повторений. Следующее упражнение – это классические отжимания с упором на кровать. В данном случае акцент ложится больше не на трицепс, а на грудные мышцы. Нам необходимо руками упереться на кровать широким хватом, встать на носочки и выполнять отжимания на 15-20 повторений. Вдох – сгибаем локтевой сустав, выдох – разгибаем. Вдох – вниз, выдох – вверх. Прорабатывается грудная мышца, и помогают нам в этом еще трицепсы и передние дельты. Выполняем 4-5 подходов по 15-20 повторений. Следующее упражнение из нашего комплекса – это отжимания от пола с узкой постановкой кистей. Локоть смотрит назад. На вдохе сгибаем локтевой сустав, на выдохе разгибаем. В данном случае весь акцент ложится на трёхглавые мышцы руки, это трицепс. Грудь работает второстепенно. Выполняем 4 подхода по 15-20 повторений. Следующее прекрасное упражнение из нашего комплекса – это ходьба выпадами. В данном случае работают ягодичные мышцы, о которых мечтают все девушки. Делаем длинный шаг вперед, сгибаем задний коленный сустав и за счет передней ноги встаем вперед. И чередуем. Левая, правая. Самый основной акцент в том, что при выполнении подъема весь вес у нас направлен на переднюю пятку. Именно только так мы сможем почувствовать максимальное сокращение ягодичной мышцы. Шаг, сгибание, дошаг. Вот когда мы делаем именно дошаг, весь акцент идёт на переднюю пятку, дабы максимально сократить все мышечные волокна. Выполняя ходьбу выпадами, необходимо делать 4 подхода по 2 дорожки вдоль стены. Каждая дорожка – это примерно 5-7 шагов. Все хотят красивые кубики пресса. У кого-то один кубик, у кого-то 4, у кого-то 6, у кого-то только пупок. Именно поэтому необходимо прорабатывать пресс даже в домашних условиях. Для этого много не нужно. Можно постелить плед на пол и лечь на него. В данном случае работает прямая мышца живота. Ноги полностью согнуты в коленном суставе, подбородок прижат к грудному отделу. Ни в коем случае шея не должна ходить, сгибаться и разгибаться, чтобы не травмировать шейный отдел. Подбородок всегда прижат к грудине. На выдохе поднимаем грудной отдел, на вдохе возвращаемся обратно. 10 повторений. Суть данного упражнения в том, чтобы максимально сгибаться в пояснично-грудном отделе, включая прямую мышцу живота. Что не нужно делать? Не нужно отрывать пятки от пола, не нужно выпрямлять ноги. Тем самым мы будем центр тяжести увеличивать от себя и облегчать движение. Выполняем 4 подхода до отказа. Здесь мы уже не ставим никакой лимит, выполняем максимальное количество раз. Следующее наше упражнение – это приседания от кровати. Подходим к кровати, ноги чуть шире плеч, чуть поуже, чуть поуже, среди пятчики. Таз уходит назад, колено идет в сторону носка. Приседаем на 15 раз, спинку держи. Грудной отдел чуть вперед, отлично. В данном случае кровать нам служит отметкой визуальной, для того, чтобы колено не выходило за уровень носка и риск травмы был минимален. Соответственно, мы подходим к кровати, выполняем приседания. Так как грудь мы уже проработали с трицепсом, пора включить ноги в работу. Здесь уже придется сделать чуть больше повторений. 4 подхода по 20-30 повторений. Вот и закончилась наша утренняя зарядка. Желаю всем хорошего дня, хорошего времяпровождения. И самое главное, не забывайте развивать себя не только духовно, но и физически, где бы вы ни находились.